Вячеслав Белецкий стал первым в России ученым, начавшим изучение самых загадочных клеток человеческого мозга, которые обслуживают нейроны. По сути, они являются собственной иммунной системой головного мозга. Профессор дал им название мезоглии. У нас есть иммунная система тела, но в мозг она обычно не попадает. У нас есть барьер, который закрывает и от патогенов, и от всего остального. Но когда болезнь микроорганизма все-таки попадает в мозг, их первыми встречают как раз клетки микроглии, у них очень много функций, и только вот сейчас мы начали узнавать их. Ученый выяснил, что за многие патологические процессы, например, развитие опухоли или инфекционное поражение, ответственен особый вид клеток. Вячеслав Константинович научился выделять их в организме и описал, более мощного специалиста по изучению мезоглии в мире никогда не было. Он был абсолютно одержимый наукой человек. И такую мать воспитал. И по сути внукам тоже перешло отчасти. И он с ней мог несколько часов разговаривать про науку, вот про гистологию мозга и так далее, так далее. Переехав в Рязань, Белецкий организует на базе РСГМУ кафедру патологической анатомии и возглавляет ее почти 20 лет. Он не просто воспитывает новое поколение ученых, но и создает то, чего в Рязани никогда не было. Научную морфологическую школу, научную школу патологоанатомов и гистологов. Сейчас мы начинаем больше говорить о тех, кто внес огромную лепту в развитие университета, в становление его тогда. И мы это чувствуем и сейчас, потому что это мощнейший фундамент, на котором Рязанская медицинская школа формировалась, развивалась и будет развиваться. В Рязанском медицинском университете прошли первые научные чтения, посвященные жизни и трудам Вячеслава Белецкого. Стоит отметить, что работы ученого издавались на немецком языке, ведь именно немецкий, а не как сейчас английский в начале 20 века, был языком передовой науки. Сейчас ученые пробуют изучать открытие Белецкого на новом технологическом уровне. Речь идет о синтетической биологии, это идет речь о создании в лабораторных условиях прообразов нервной ткани, воссоздании разных ее компонентов. Да, мы над этим работаем вместе с нашими студентами и учим их на этом. Открытие Вячеслава Гонстантиновича уточняют и детализируют на новых объектах, которых в 20 веке не существовало. Ученые проверяют, есть ли в искусственно созданных тканях клетки, открытые Белецким. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».